Сергей, я вижу, что ты расстроен. Расскажи, пожалуйста, почему не получилось начало боя с Глазковым? Ну, начало не задалось, потому что... Наверное, скорее всего, я испугался. Ну, как бы... Эмоции, все дела, все зашкалило. Я думал, что сначала посмотреть, как он будет себя вести, что я обычно с ним никогда в жизни не делал. Обычно я его выигрывал за одну минуту, как я фехтовал последующую часть боя. Но у него уже была инициатива, как бы, и уже очень было тяжело что-то поправить. Конечно, шансы были на самом деле, но я уже был на тот момент не готов к этому. Начало боя провалил чисто из-за того, что зачем-то решил поменять. Фехтовать не так, как я фехтовал обычно. В целом, ты доволен сегодняшним днем? Как фехтовал? У тебя были такие хорошие победы сегодня? Ну, половину доволен, половину доволен. Конечно, я недоволен результатом, безумие. Недоволен, что проиграл человек, который выигрывал всю жизнь. Ну, не всю жизнь, но половину. И с другой стороны, да, хорошие бои были. Ну, вообще не задалось у нас с самого начала в группе. Потом более-менее стало положение исправляться. Когда вот за вход в 32 уже, более-менее стал за вход в 16, общаться за вход в 8. Ну, особых проблем не возникло. И, наверное, еще дополнительный кат, я еще подрасслабился, поверил в себя целиком и полностью. И так вот получилось. Сейчас начинается новый сезон, первое соревнование, да? Какие у тебя планы на новый сезон? Какие задачи перед собой ставишь? Ну, задачи могут быть только максимальные. Это попадание в олимпийскую команду, попасть сначала в команду, потом еще в команду попасть нам нужно. И олимпийское золото, разумеется. Сегодня все сборники, кроме, наверное, Турчина и Ходоса, не очень выступили. Антон Авдеев, там рано вылетел. Сейчас, наверное, у тебя появляется больше шансов, наверное, для попадания в сборную. Ну, знаете, тут на самом деле тоже двойка ситуаций. Очень разные коэффициенты на этих турнирах. Собственно говоря, у нас только один турнир чемпионата России с большим коэффициентом. А все остальные только этапы Кубка мира с коэффициентом 2. Самые большие. Самые большие. Выступать надо в основном на них. Особо никто не смотрит на российские соревнования. Они, конечно, влияют, разумеется. Вот, например, в том году я был один раз первый, один раз второй, один раз третий. И на чемпионате России проиграл за восемь. И это мне никак не помогло. Вот сама суть. То есть это, на самом деле, по сути, ничего не значит. А на международных этапах чего не хватало, чтобы тоже показать какие-то хорошие, набрать очки? Ну, во-первых, наверное, опыта. Я ездил второй год, третий год по-взрослым. Ну, конечно, по сути своей он уже как бы должен появиться, но, видимо, у меня еще не до конца. Вот. И накал, накал эмоций. Народ. Как бы у нас самый, я считаю, самый конкурентоспособный вид оружия. Потому что у нас на этапе Кубка мира по 300-400 человек. Ну, 400, конечно, утрирую. Но 300 сейчас стабильно. Особенно перед эллипийским отбором сейчас будет очень много народу. Спасибо. Большой удачи тебе в этом сезоне. Спасибо. 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 Спасибо.